С 2012 года постепенно начала вступать в законную силу нормативные акты, регулирующие льготную программу для сотрудников МЧС, МВД, ФСИН, таможенной и иных государственных служб. К ней относятся, помимо прочего, и единовременная социальная выплата. При приеме заявлений на получение пособий будут учитываться продолжительность службы, наличие особых заслуг, воспитание детей и содержание иждивенцев. Основным аргументом для подачи заявки на выплату считается недостаточная площадь квартиры из расчета на каждого члена семьи, неудовлетворительные условия проживания или вообще отсутствие какого-либо жилья в собственности. Разберемся, что представляет собой единовременная социальная выплата в МВД в 2020 году. Кто имеет право на получение выплаты? Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, государство стремится улучшить жилищные условия государственных сотрудников, занятых на такой тяжелой службе. Неоднократно работники полиции, МЧС и МВД выступали с заявлениями о том, что несправедливо игнорировать нужды служащих, которые много времени и сил отдают важной для общества работе. На сегодняшний день законы позволяют госслужащим приобретать собственное, соответствующее требованиям нормативов квадратуры жилье. Пособия, выплачиваемые с целью помощи в покупке квартиры, достигают порядка 70% от общей стоимости жилого помещения, что существенно облегчает финансовое бремя семей. В связи с тем, что разовые выплаты являются настолько крупными, к получателям преференции предъявляются жесткие требования, у сотрудника МВД на каждого члена семьи имеется менее 15 КВМ собственного или взятого в аренду жилья, что не соответствует установленным нормам площади. У служащего МВД жилое помещение не отвечает техническим и санитарным нормам, предъявляемым к жилым квартирам. Работник МВД не имеет собственной квартиры, а потому вынужден проживать в общежитии, коммунальной квартире или неизолированной проходной комнате. Служащий МВД МЧС СИН-таможне отслужил на занимаемой им должности более 10 лет. Получить единовременную помощь можно лишь единожды повторная выплата невозможна при перемене должности, принесении службы в МВД супруга. Назначение выплаты не может пересекаться с жилищным сертификатом или договором социального найма. В связи с изменениями в условии участия в государственной программе выделения единовременных выплат на покупку жилья, постановка на учет в ближайшее время дает больше шансов на получение пособия, нежели постановка в очередь годами ранее. Теперь приоритетными документами для доказательства нуждаемости в выплате выступают справки о неудовлетворительном состоянии жилого помещения, а не о трудовом стаже и наличии заслуг перед отделением или страной. В каком размере выплачивается единовременная социальная выплата в МВД в 2020 году? Размеры единовременной финансовой помощи варьируются в зависимости от ситуации, в которой оказалась семья государственного служащего. Власти отказались от фиксированной суммы по многим причинам. Квартиры имеют различную стоимость в зависимости от регионе проживания сотрудника МВД. Жилье в сельской местности и в городах отличается по цене сотрудникам МВД, прослужившим. Много лет и имеющим заслуги справедливо выплачивать более значимую сумму, нежели служащим, чем стаж только недавно начал удовлетворять условиями программы. Семьи, в которых воспитываются дети, нуждаются в больших квартирах, нежели. Одинокие сотрудники или бездетные семейные пары. Одним служащим в МВД требуется купить собственную квартиру, а другим довести имеющуюся квартиру до удовлетворительного состояния, проведя ремонт и подведя коммуникации. В связи со всем вышесказанным, правительство разработало формулу расчета, позволяющую вычислять размеры единовременных выплат в индивидуальном порядке. В ней присутствуют некоторые добавочные коэффициенты, зависящие от стоимости квартиры в определенном субъекте РФ в конкретный период времени, а также от числа членов семьи, особых заслуг служащего, условий проживания. Единовременная социальная выплата в МВД в 2020 году зависит, помимо прочего, от трудового стада сотрудника МВД. Например, при стаже в 25 лет полагается надбавка в размере 2%. Такой порядок выплат стимулирует служащих на продвижение вверх по карьерной лестнице. Пособие выплачивается должностным лицам в звании не ниже полковника, имеющим ученую степень. Если говорить о конкретных цифрах, то семья служащего, состоящая из супруга, жены и ребенка, при проживании в столице может рассчитывать на пособие в размере 2 миллионов рублей. Как оформляется единовременная социальная выплата в МВД в 2020 году? Требуемые документы, перечень которых будет представлен ниже, подаются по месту службы в специальную комиссию по делам начисления социальных единовременных выплат. Заявление на получение социальной помощи пишется на имя начальника главного управления МВД РФ по субъекту России. Документы будут рассматриваться на протяжении максимум 60 дней, после чего сотрудника оповестят о решении комиссии. Какие документы нужны для оформления выплаты? Для постановки в очередь на получение социальной разовой выплаты, необходимо подготовить следующий комплект документов. Документ, где получить паспорт РФ-заявителя, паспорт РФ всех членов семьи МВД РФ, свидетельство о рождении всех детей. Органы ЗАГС, трудовая книжка с записями о приеме на работу или справке, подтверждающие заявленную продолжительность трудового стажа по месту работы, выписка из домовой книги или иные бумаги, содержащие сведения о площади жилого помещения. Администрация поселения, ЖУ-справка о составе семьи ЖУ, паспортный стол договор купли-продажи, договор аренды, должны были быть получены от продавца квартиры или арендодателя выписки с банковского счета всех трудоспособных членов. Семьи, справки о доходах по форме 2 НДФЛ ФНСРФ, банковское учреждение договорный ипотечный кредит, выписка из банка, если квартира была куплена в кредит, банковское учреждение, справка об отсутствии иной недвижимости БТИ, заключение медико-социальной. Экспертиза на всех членов семьи, имеющих инвалидность Бюро М, справка о несоответствии жилья требованиям для нормального проживания УЗ, документы, доказывающие приобретение квартиры или проведение вне ремонта, предъявить в течение. Месяца после совершения сделки или проведения работ, это может быть договор купли-продажи, ипотечный договор, чеки и квитанции на оплату ремонтных работ, подробнее о требованиях к документам вы можете прочитать, перейдя по ссылке. Почему могут отказать в начислении единовременной выплаты? Единовременная социальная выплата в МВД не выплачивается в следующих случаях. Если требуется погашение штрафов и пений, начисленных за неуплату ипотечного кредита, условия проживания семьи являются удовлетворительными и достаточно. Комфортными, если площадь жилья была увеличена или был проведен ремонт, пока рассматривалось заявление на выплату, если заявитель не соответствует требованиям программы или он представил ложные данные о себе, он теряет право на выплату. На ближайшие пять лет. Читайте также статью «Компенсация за поднаем жилья военнослужащим в 2020». Законодательные акты по теме. Федеральный закон от 19 июля 2011 года, номер 247 ФЗ, о социальных гарантиях сотрудникам УВД РФ и внесение изменений в отдельные законодательные акты о социальных гарантиях государственным служащим МВД, Федеральный закон от 30 ноября 2011 года, номер 342 о службе. В УВД о назначении званий, прекращении службы, выплатах типичные ошибки. Ошибка. Сотрудник МВД подал заявку на участие в программе выплат единовременной помощи на приобретение жилья, когда до трудового стажа в 20 лет ему осталось работать всего два года. Комментарий. Если осталось немного времени до достижения 20-летнего трудового стажа на службе в МВД, имеет смысл оттянуть момент подачи заявки, поскольку при таком стаже полагается умножение суммы пособия на добавочный коэффициент. Ошибка. Сотрудник МВД, проживающий в собственной квартире, соответствующий по площади и условиям проживания всем нормативным требованиям, претендует на получение единовременной выплаты. Комментарий. Единовременная социальная выплата в МВД предназначена только тем семьям сотрудников МВД, кто проживает в слишком тесной или несоответствующей санитарным и техническим условиям комфортного проживания. Ответы на распространенные вопросы про то, как начисляется единовременная социальная выплата в МВД. Вопрос номер один. Оба супруга работают в МВД, могут ли они оба рассчитывать на то, что им будет начислена единовременная социальная выплата в МВД в 2020 году? Ответ. Нет, это противоречит условиям программы. Супруги должны решить, кто именно из них будет подавать заявление. Вопрос номер два. Госслужащий трудился в МЧС, получил единовременную помощь, после чего перешел работать в МВД, может ли он претендовать на повторную выплату? Ответ. Нет, право на вторую единовременную выплату не возникает при переходе с одной службы или должности на другую. Видеосоветы. Полицейские получили целевые социальные выплаты на приобретение жилья. В видео раскрывается информация о вручении уведомления о выделении целевой социальной выплаты на приобретение жилья. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok